Я вот сам купил квартиру совсем недалеко от нашего завода. Тем самым, по крайней мере, я считаю, что я другим показываю, что да, наше предприятие не несёт никаких выбросов в ледную атмосферу. Никогда не задумывались над вопросом, почему корова может есть одну траву, сено, и у неё прирастает мышечная масса. Очень амбициозный, очень крупный проект, который невозможно даже поверить, что в ближайшие 10 лет, 20 лет осуществится. Привет! Это «Русский диджитал» — подкаст Дальневосточного федерального университета про учёбу и работу в IT. Меня зовут Олег Денисов. Сегодня у нас в гостях Егор Рочин, старший преподаватель передовой инженерной школы Институт биотехнологии, биоинженерии и пищевых систем ДВФУ. Главный технолог ООО «Арника». Егор расскажет про работу в области биотехнологий. Егор, расскажите, чем вы занимаетесь в «Арнике». Я являюсь главным технологом, то есть человеком, который отвечает за технологию, за производственные процессы, за то, как это должно быть построено, налажено, какие режимы где использовать. Контролирую себестоимость, выход, потери продуктов и так далее. Но это лишь одна часть моей работы. Параллельно я также участвую в «Варандир-разработках», где мы работаем над новыми технологиями, новыми продуктами и методами. Ну и параллельно всё это совмещаю с образовательной деятельностью. Сейчас я старший преподаватель ДВФУ, поэтому у меня такое очень гибридное состояние, когда везде по чуть-чуть я могу чем-то поделиться, что-то рассказать вот так. Хорошо. Можете рассказать, за какими продуктами вы следите как технолог? Наше предприятие выпускает кормовые добавки, то есть это концентраты. Они не идут напрямую для использования в кормлении животных. Это чаще всего витамины кормовые, аминокислоты защищённые и другие полезные биологически активные вещества в высоких концентрациях, которые затем на следующем этапе на примиксёрных предприятиях смешиваются и получается что-то такое, напоминающее витамины алфавит в мешке, которые затем добавляются в корма для того, чтобы их сбалансировать по этим биологически активным добавкам. То есть мы занимаем вторую ступень после производителей химических субстанций. Например, в Китае есть завод, который с помощью микробного синтеза производит стопроцентный витамин В12. Человеку или животному в сутки требуется всего лишь 3 микрограмма, поэтому в такой концентрации он применяться нигде не может. Соответственно, возникает необходимость в том, чтобы эту суперконцентрированную стопроцентную субстанцию биологически активно превратить, во-первых, в приемлемую концентрацию, которую можно вводить дальше, так как 3 микрограмма никто никогда не сдозирует. Плюс она должна, соответственно, обладать технологическими свойствами, хорошо перемешиваться, быть нужной фракцией и так далее. Вот этим занимаемся мы на нашем предприятии и передаем наш продукт в следующие ремиксные предприятия. Это уже не в Арнике, это где-то дальше, да? Да. Ну, ближайшие в Новосибирске. А таких предприятий, как Арника, в настоящий момент в России, насколько мне известно, нет. Может быть, где-то уже тоже строят, но мы, по крайней мере, точно первые. Я, когда готовился к выпуску, смотрел, ну, в целом про Арнику, заглянул на сайт, и там было написано, что вы делаете не только кормовые добавки, но и пищевые добавки для людей, там, подсластители, вот это вот все. Это не совсем точно. Компания Арника, если говорить в целом о ней, да, это и группа компаний, первоначально как раз и занималась поставкой пищевых технологических добавок из-за рубежа. Подсластители, красители, стабилизаторы и прочие вещи для промышленного производства. Позже к добавкам присоединилось технологическое оборудование для тех же пищевых производств. А затем, буквально, чтобы не соврать, ну, лет пять назад, совместно с ДФУ наша компания приняла участие в крупном гранте, во время которого мы как раз и разработали базовые технологии для построения всего предприятия по кормовым добавкам. Позже туда добавились новые продукты, и буквально года три назад на территории опережающего развития Надеждинская было построено наше первое предприятие Кормбиосинтез. Сейчас у нас готовится к запуску второе предприятие, находящееся совсем рядом, это Фармасинтез, где мы будем производить уже ветеринарные антибиотики и пробиотики, то есть, ну, сушеных микробов и антибиотики, я думаю, не нужно пояснять, что это такое. Дальше планируется запуск элеваторной линии, то есть, участок, где будет храниться зерно, соя, куколуза. Это вот такие здоровые, огромные цилиндры. Их можно увидеть, если ехать с города по низководному мосту и с города по направлению, прямо можно увидеть такие сияющие купола. Вот это как раз элеваторный комплекс, который сейчас строится. В глобальном плане стоит задача по построению целого биотехнологического кластера, то есть, следующим этапом, по крайней мере, по задумке, это строительство микробиологических заводов, на которых будут вырабатываться аминокислоты, витамины и другие биологические активные вещества уже синтезироваться с применением сырья, полученного из зерна. Плюс заводы по переработке зерна в глютен, крахмал, мультодекстрин и прочее. Но это очень амбициозный, очень крупный проект, просто который невозможно даже поверить, что это в ближайшие 10 лет, 20 лет, не знаю, когда это осуществится, потому что работы предстоит очень много, но я верю и надеюсь, что где-нибудь ближе к моей пенсии все это построится, и у нас здесь будет целый такой биотехнологический регион. Было бы здорово. Причем преимуществом, да, вот лично для меня, я вот сам купил квартиру совсем недалеко от нашего завода. Тем самым, по крайней мере, я считаю, что я другим показываю, что, да, наше предприятие не несет никаких выбросов вредных в атмосферах. Те предприятия, которые запланированы, также планируются запускать на биотехнологических принципах, то есть с применением микробного синтеза, а не химического. Химическое предприятие, оно заражает все вокруг на много километров. Это нужно строить очень далеко, это попортит нашу экологию, нашу красивую природу и прочее. Но, тем не менее, мы планируем вот в зеленую сторону здесь развиваться, и это хорошо. Да, как раз и SG-повестка. Да. Гегор, когда я задавал первый вопрос про то, чем ты занимаешься в Арнеке, ты упомянул про R&D-центр. R&D — это Research and Development, правильно я понимаю? Да. Можешь рассказать фокус работы в этом центре на что направлен? На улучшение уже существующих продуктов или на создание чего-то качественно нового? И то, и то. Если кратко, если более развернуто, то, конечно же, мы работаем над улучшением наших продуктов, потому что мы стараемся вести достаточно активно работу с нашими клиентами. То есть, бывает, что у клиентов есть какие-то специальные запросы под свой продукт. Например, нужно сделать, чтобы он был устойчив к растворению в воде или чтобы он владал лучшей текучестью, потому что для их продукта это важно. Либо фракционный состав нужно поменять, либо принципиально для них исключить какой-то ингредиент, который входит в нашу базовую технологию. Поэтому эта работа постоянно ведется и, я думаю, никогда не прекратится, нет предела совершенства. Ну, а во-вторых, конечно же, наш генеральный директор Людмила Александровна ставит новые задачи. Очень часто мы активно следим за рынком, за трендами на рынке и пытаемся разработать продукты, зачастую такие, которых еще нет, либо находящиеся сейчас в повестке. То есть, то, о чем сейчас говорят. Ну, вот, к примеру, сейчас мы работаем над технологией умного жира для ТРС. То есть, это такие специальные гранулы, добавляя в корм скоту коровам. Мы можем, например, повысить жирность молока. Очень хороший эффект. А почему умный? Вообще, умная, это наша линейка продуктов Smart, специально разработанная под крупный рогатый скот. Здесь фишка заключается в том, что у скота, ну, и у всех жвачных животных, как мы их называем, это могут быть и овцы, и коровы, и так далее. У них очень интересно устроен пищеварительный тракт, желудочно-кишечный тракт, если сказать правильно. У них присутствует такой орган, как рубец. Рубец – это биореактор коровы. Вот, никогда не задумывались над вопросом, почему корова может есть одну траву, сена, и у нее прирастает мышечная масса. Как-то так. Если человек переходит на путь веганства, ничего против не имея, то часто страдает мышечная масса. В чем фишка коровы, в чем ее секрет? А секрет как раз и заключается в этом рубце. Рубец – это большой мешок, в котором живут большое количество микроорганизмов. Эти микроорганизмы способны употреблять целлюлозу, содержащуюся в траве, в качестве пищевого субстрата. Эти микроорганизмы едят эту траву, размножаются, накапливают свою биомассу, которая на 40% состоит уже из белка. И отмирая, они как бы кормят собой корову. Такая фишка. Но в то же время эта особенность рубца препятствует насыщению коровы теми же биологически активными веществами. Потому что, например, мы кормим корову обычными витаминами, они попадают в рубец, микробы съедают эти витамины. И до животного доходит 30-40%. Эффективность снижается. Мы разработали специальную формулу, в которой наши гранулы упакованы в специальную защитную оболочку. Она в рубце устойчива и сдерживает внутри себя эти биологически активные вещества. Затем проходит трубец, книжку и так далее. И в определенном отделе ЖКТ раскрывается, выпускает эти биологически активные вещества, и они уже успешно всасываются в животное и используются для поддержания систем жизнеобеспечения. на самом деле правда очень интересно. Я сначала подумал, почему они умные, эти жиры. Есть же вот умный дом, например, и он выполняет какие-то функции особенные, ну, автоматизирует что-то. И я вот сначала не понял, почему жиры умные, какие функции они сами выполняют, а тут они вот сами проходят этот трубец как раз и другие части ЖКТ и потом уже приносят большую пользу. Вопрос на фоне этого. Когда ты говорил про то, что вы улучшаете текущие проекты компании, ты сказал, что зачастую это по запросу заказчика. А если не запрос заказчика, вы сами модели какие-нибудь не строите по анализу эффективности каких-то продуктов, например? Ну, в этом плане у нас тоже есть свои разработки. То есть сейчас, по крайней мере, в области кормопроизводства активно в повестке стоит вопрос биодоступности биосвояльности. И отдельная команда инженеров, технологов в компании сейчас работает над технологией искусственного желудка. То есть это такая инженерная система, в которую мы можем вводить наши кормовые добавки. Там имитируются процессы, происходящие в различных отделах желудочно-кишечного тракта того или иного животного. Ее можно, ну, она модульная, ее можно пересобирать. И затем можно проанализировать, а что происходит с нашей добавкой при ее переваривании. Можно имитировать желудок свиньи, можно курицы, но там все достаточно просто. Потому что над коров мы все еще находимся в работе, потому что имитация рубцовой жидкости это сложный вопрос. Не хотелось бы животных мучить, но тем не менее это позволяет нам нащупать какие-то проблемные места в наших продуктах или выявить какие-то особенности и дальше уже получить что-то более качественное. Но, будем честны, для улучшения продуктов, если всех клиентов все устраивает, в первую очередь нужно подумать, может быть, на себестоимость заменить какие-то компоненты, сделать продукт более доступным. Во-вторых, можно всегда улучшить продукт, чтобы снизить потери производственные. Потому что, например, на одной из линий у нас потеря составляет порядка полутора процентов. Казалось бы, не совсем и много, но если перенести полтора процента на месячную выработку, то набегает неплохая сумма. Если удастся как-то улучшить технологические свойства продукта, заставить его меньше терять при транспортировке нашей линии, то это тоже одно из потенциальных направлений. Ну и плюс, мы активно участвуем во множестве грантовых конкурсов, где также пытаемся нащупать какие-то фишки, которые позволят нам разработать новый, более качественный, либо более эффективный продукт. Но за этим у нас есть отдельно специалисты, которые мониторят текущую, скажем так, фон, что сейчас актуально. Меня удивило, что ты говорил про снижение себестоимости, про повышение эффективности производства. Мне казалось, что технолог это человек, который больше заинтересован в том, чтобы продукт получился хорошим, качественным, для конечного потребителя. А тут еще и какие-то потребности бизнеса ты покрываешь. Это всегда. У каждого технолога вот как два черта на плече. Причем два черта, а не черт и ангел, да? Да. Один пытается, чтобы было подешевле, и второй тоже пытается, чтобы было подешевле, и оба хотят, чтобы всем все нравилось. Поэтому приходится как-то сбалансировать это все. Естественно, можно сделать суперкрутой продукт, но если он будет стоить в два раза дороже, чем в среднем по рынку, никто это покупать не будет, каким бы он суперкрутым бы не был. Ну вот кроме смарт-продуктов они дороже. В то же время, в любом случае, как сотрудник компании, нужно контролировать себестоимость, чтобы компания не понесла убытки во время производственного процесса. Это вечная дилемма. И здесь чаще, наверное, противостояние встречается между службой по контролю качества, технологическим отделом и отделом закупок, например. Ну да, у каждого свои цели, и поэтому возникают трудности. Можешь рассказать о том, как ваши исследования проходят? Ну вот, допустим, создание искусственного желудка. Сначала же это был прототип цифровой, наверное, или вы сразу начали делать руками все? Ну, если говорить об искусственном желудке, то здесь все-таки о цифровом, скажем так, аналоге, пока речи не идет, потому что это очень сложная система. Невозможно, мне кажется, ну это я сейчас так говорю, невозможно, я думаю, лет через пять все будет возможно увязать столько переменных в какой-то модели, сложно такую модель построить на текущем этапе, поэтому сейчас наш искусственный желудок представляет собой, ну такую стендовую модель, где все физически можно ручками попереключать, изъять и так далее. Конечно же, я думаю, в дальнейшем мы будем думать над ее усложнением, но пока это больше, ну, такая модельная система. если говорить о каких-то именно цифровых решениях, то сейчас мы с ребятами, по крайней мере, прорабатываем первоначально идею разработки цифрового биореактора. Ребята очень классные, толковые, наши двухушные айтишники самостоятельно вышли ко мне с предложением попробовать. Первоочередная моя реакция была, вы представляете вообще, что вы хотите, хотите GTA 10 вот сейчас прям выпустить. Но потом, подумав, я решил, ну, да, это долгосрочный проект, это потребует много ресурсов, много времени, но, а почему бы и не попробовать? Поэтому сейчас мы начали прорабатывать концепт, прорабатывать план, как мы будем это делать, посмотрим, что получится. То есть сейчас цифровой биореактор на этапе сбора требований и планирования работы, да? Да, сейчас мы пытаемся составить грамотную заявку, податься на финансирование с того или иного источника, потому что, я считаю, это правильно, но никто сейчас бесплатно работать не хочет. И студенты, и мы принимаем участие в проектах за какое-то вознаграждение. Плюс это требует ресурсов на, ну, по крайней мере, на ПО, да, я не знаю, что там потребуется нашим айтишникам, но нам нужны расходники, нужны питательные среды и так далее для того, чтобы провести просто тонну экспериментов, чтобы собрать первоначальный датасет и хотя бы эту модель построить, ну, для одного, может быть, микроорганизма, с которым мы сейчас очень хорошо уже знакомы, а затем ее планируем усложнять, дополнять, и, по крайней мере, на текущий момент мы представляем, что через сколько-то лет на основе этой модели можно будет построить систему поддержки принятия решений для производств, которая будет продаваться уже на биотехнологические производства, помогать следить, ну, такой цифровой технолог, который будет быстро следить за датчиками и выдавать рекомендации персоналу, обслуживающему, ну, операторам и так далее. Это очень сильно упростит ход промышленных работ с использованием ферментеров, потому что процесс непрерывный, запустили, и там два дня, например, это все там круто, нужно за этим постоянно следить, если что-то вдруг произойдет не так, то мы рискуем 20-30 тонн раствора слить просто в помойку, предварительно уничтожив, конечно, все микроорганизмы. Вот так. Понял. Для меня открытием оказалось, что вы не делаете сначала цифровую модель, потому что это оказывается гораздо сложнее, чем условно руками собрать уже в реальной жизни. Конечно, ведь чтобы построить цифровую модель с нуля, нужен какой-то датасет, на какой-то набор данных. по крайней мере, год, по-моему, назад я проходил как раз обучение на курсах по цифровой трансформации, там объясняли, как это все делается и так далее. Насколько я помню, хороший датасет для построения какой-то модели, это 5-10 тысяч значений. Ну, представим, искусственный желудок или цифровой биореактор. Сколько там будет значений, сколько там будет переменных, описывающих один и тот же процесс. Но это не просто температура и конечный результат. Температура, а как оцифровать состав питательной среды, где у нас перемолотая кукуруза, сахар, еще минеральные соли и так далее. Но это очень сложно. Проще сначала сделать модель физическую, зафиксировать какие-то параметры, провести несколько экспериментов и потихоньку-потихоньку накапливать данные, которые уже затем вводятся в эту цифровую модель, модель машинного обучения можно сделать, которая уже будет дальше по датчикам отслеживать показания во время процесса, сама-сама обучаться и достраиваться, делаться умнее и так далее. Это проще. Теперь я бы хотел перейти к вопросам более глобальным. Надеюсь, меня не закидают ко мне за этот вопрос. Слышал мнение, что биотехнология это больше ремесло, чем наука. Что ты скажешь насчет этого? Ну, здесь, наверное, все очень сильно зависит от ситуации. По философствию. Если мы говорим о биотехнологии, попробуем разобраться с понятиями. Что такое биотехнология? Вот про что это? Для меня, на самом деле, это что-то всеобъемлющее, то есть это и медицина, и кормовые добавки, и пищевые добавки, и, возможно, что-то связанное с почвой. И не обязательно добавки, а продукты питания. Ну да, и продукты питания. Пиво, сыр, кисломолочник, тоже биотехнология. Можем ли мы сказать, что на заводе, где производят пиво, они там занимаются ревеслом? Да нет, там отлаженный процесс, четко контролируемые параметры, все поставлено и налажено. Вот у нас на заводе тоже мы настроили наши технологические линии, операторы, которые работают на этой линии, четко следуют о разработанном инструкциях. Но если в то же время мы говорим о каких-то научных разработках, вот здесь начинается самое интересное. Конечно же, здесь никаких жестких регламентов поначалу нету, там приходится экспериментировать, что-то пробовать, где-то нащупать, и вот здесь это больше похоже на ремесло. То есть, да, биотехнологии это и то, и то, в зависимости от того, на каком этапе по данной технологии мы сейчас находимся. Если это что-то стартовое, это ремесло, это искусство, ты пробуешь что-то нащупать, с помощью каких-то научных методов. Естественно, нельзя просто наобум растыкивать какие-то параметры, что-то намешал. Нет, так тоже не делаем, пойдет. Нужно подумать хорошо, проанализировать информацию, но все же нужен такой специальный подход. А если это промышленность, то следуем инструкциям, как везде. Когда ты говорил про наобум, я вспомнил игру браузерную Алхимия, или как-то так она называлась, можно, знаешь, там нужно было смешивать два элемента, чтобы получить третий. Да, иногда бывает и так. Даже у вас? На научных разработках, ну вот если не знаешь, уже начинаешь все пробовать, а потом раз, что-то получилось, полетело. Если это не сильно дорого, можно и на ощупь что-то попробовать, если можешь себе такое позволить. Если есть время, если есть ресурсы, ради бога. Понял, понял. Теперь давай с глобальной темы на более узкую снова вернемся. Вначале ты говорил, что преподаешь здесь, в Дальневосточном Федеральном Университете. Да, А ты преподаешь для старших курсов или для первых-вторых? Ну и у бакалавров, и у магистров, но все же чаще с магистрами работаю. Помимо преподавания мы участвуем, наша компания берет стажеров из ДОФУ, мои коллеги по цеху являются наставниками. Вот сейчас как раз свежий набор, записались ребята, ко мне попали наши звездные ребята из Нигерии, очень толковые, общаемся с ними на английском языке, им очень интересно, они суперответственные, с ними приятно работать. Ну, я их знаю, так как до этого как раз преподавал у них. Преподавание дает возможность познакомиться с ребятами, передать им часть своего опыта, а иногда и высмотреть кого-то подходящего, кандидата, и пригласить его для либо работы по какому-то проекту, которых у нас очень много, на самом деле, либо привлечь в компанию, зарекрутировать. Ага. А ты даешь ребятам больше знания такие полевые, которые на производстве используешь, или что-то больше связанное с учебником? Нет, учебники уже в прошлом. То есть, нет, есть некоторые дисциплины, по которым нужно дать какие-то базовые знания, но мне такие дисциплины преподавать не дают, поэтому мы больше говорим о каких-то практических подходах, чаще пытаемся перейти в формат проектной работы, самостоятельной какой-то работы, где они должны что-то вот разработать самостоятельно относительно какого-то процесса. Например, в одном из курсов ребята должны были понять и правильно построить технологические схемы, то есть, проанализировать их, выписать там риски, анализы, опасности и так далее. То есть, больше к практике, потому что я очень уважаю преподавателей-теоретиков, они делают очень важную работу, потому что без теории и практики тоже не бывает. Но в рамках нашей передовой инженерной школы, которая больше ориентирована под выработку практических навыков, мы с ребятами ведем, наверное, 80% учебного времени, посвящаем практическим задачам, реальным кейсам. И, ну, лично я пытаюсь в каждом курсе, который мне доводится преподавать, первоначально с ребятами проговорите, зачем вам это нужно конкретно, вот в какой области профессиональные, они эти знания и как могут использовать. И почему это важно уметь это делать, какие риски появятся, если они этого будут не знать и какие возможности им открывает это знание в профессиональной перспективе. Это здорово, на самом деле. это работа с мотивацией. Да, я вспоминаю свои первые курсы, такого не было. Просто пришли, начали заниматься. Ну, вот в этом есть некоторые проблемы, не все преподаватели, к сожалению, работают над мотивацией студентов. И я сам раньше об этом тоже не особо задумывался, когда был студентом, но при трудоустройстве в университет нас отправили на курсы по педдизайну, преподавательскому мастерству и так далее. Там как раз это все очень подробно было раскрыто, очень понятно и мне эта идея была максимально близка и я пытаюсь ее как-то, но считаю это правильно. На этом вопросы закончились. Спасибо, было очень интересно. Я узнал много нового и я думаю наши слушатели тоже. Спасибо. Это был подкаст Русский Диджитал. Добавляю его к себе, чтобы не пропустить новый выпуск. И так же поделись им с тем, кому он может быть интересен. В описании ты сможешь найти подробную информацию об Арнике и передовой инженерной школе Институт биотехнологии, биоинженерии и пищевых систем ДВФУ. Выпуск подготовили Олег Денисов, Павел Рыбиевский и Алана Ванчикова.